Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова и Алексей Дмитриевич. Приехал, как ясно солнышко, показался и завтра опять уезжает. Я зато скоро приеду опять. Да, приедет уже на несколько дней, и там уже будут более грандиозные работы. Ну, а сейчас по мелочам. Сейчас устанавливаем розетку на 4 штекера. Уже сбегал в магазин, Леша купил. Сегодня я, скорее всего, сделаю несколько замесов кирпичиков. И Лешик уедет. Буду, конечно, выкладывать оставшуюся стену. Вы там меня спрашивали, сколько кирпичиков ушло вот на эту стену. Друзья, ну, честно говоря, не понимаю, к чему вопрос. Ну, у вас разные стены будут. Лучше скажу размер плиточки. Значит, плитка в длину составляет 24,5 сантиметра. Это имеется в виду вот сюда. И вот так составляет 6 сантиметров. Ну, естественно, зазор между плитками, если вы будете класть их вот так вот в разбежку, там где-то сантиметрик. Вот. И считайте вашу площадь. У меня здесь 31 ряд по 8 плиток. В одном ряду 8 плиток, в другом ряду 7,5. 31 ряд вверх. Вот. И посчитайте, если вам так важно, посчитайте, сколько плиточек ушло. Вот. Ну, а мы крепим здесь розетку. Сегодня, что я еще сделала, пока Леша бегал в магазин, я еще пошила очередную штору. Вот в эту комнату. Помним, что там будет стоять шкаф Паула. Он уже... Или Паула. Он уже приехал. Говорила я вам, по-моему, об этом. Вот. Не знаю, пока нужны ли здесь еще дополнительные шторы. Вот, по мне, вот так вот очень хорошо смотрится. Значит, здесь, что я вам хочу сказать. Посмотрите, на что я прикрепила эту штору. Это вот как раз вот этот пластик от плинтуса. Я думаю, что у всех есть такой пластик. Если вы выбрасывали плинтуса, не выбрасывайте. Это вот как раз штука, которая закрывает кабель-канал на плинтусе. Так что не обязательно здесь что-то металлическое. Если штора легкая, а она здесь легкая, вполне вот два самореза в начале и в конце шторы. И все. И будет вам счастье. Даже не провисает вот здесь. Металл, конечно, жестче. Но и пластик подошел. Сейчас покажу поближе, что за пластик. Может быть, кто-то не понял. Так что вот так вот, немножко поразмыслив, легко можно пошить штору. В прошлом видео я вам рассказывала, как. И не заморачиваться вообще насчет карнизов, багет и креплений для шторы. Если вот такие узкие окна и низкие потолки вполне сойдут вот такие самодельные шторы. Но смотрится очень красиво. Может быть, даже я сюда больше и ничего, никаких штор не буду выдумывать. Ну, во-первых, сверху над окном будет висеть кондиционер. И, ну, какая сюда штора? Ну, это будет деребас, это будет некрасиво смотреться. А так очень даже неплохо. Значит, уголки или вот... Ну, да, деревянные уголки, которые служат нам наличниками, я, скорее всего, просто покрашу матовым лаком. Ацент, по-моему, так называется. Покупала на Валдберрис. Им же я и покрывала кухню, когда перекрашивала. Очень мне нравится здесь этот цвет. Еще будет практически такого же цвета шкаф. Ну, в общем, хорошо вписывается. Не буду красить в белый цвет, иначе потеряется штора, потеряется окно. В общем, оставлю вот в этом цвете. Вот эта штука, на которой держится штора. Это вот, говорю, вытащила из карниза напольного или плинтус. Плинтус, наверное, он, скорее всего, называется. Эта штука закрывает кабель-канал в плинтусе. Вот. Вот на ней держится штора. Легко сюда вкручиваются саморезы. Это пластик. Легко режется ножницами. В общем, одни плюсы. Теперь возвращаемся вот к этой шторе. Вы мне вчера писали, а на что крепить трубу. Друзья, вы купите вот эти кронштейны, у вас будет набор. Вот вы видите этот крепежный материал, куда вставляется труба, опять же, с ответной частью. Это все у вас будет в наборе. Покупала на Wildberries, потом мне высылал в рамках сотрудничества интернет-магазин New Chic. Такие же два я заказывала. Кстати, они там очень дешевые. По-моему, по 3 доллара. Вот. Так что все у вас будет в наборе, когда будете покупать эту штуку. На улице у нас сегодня погода пасмурная. 4 дня подряд. 4 дня светило солнышко. Сегодня 0. Ну, может быть, плюс 1, уже плюс 2. Идет капель с крыши. С крыши вообще уже сошел весь снег с основного дома, с пристройки. Вот я вам сейчас показываю крышу ванны. Да, там лежит снег. И идет капель с потолка. Поставила тазик я на ночь. Очень много натекло воды. Так что, конечно, это тоже будем устранять. Ну, ничего, не расстраиваемся. Вы там многие мне пишите, что при покупке дома в первый год, конечно же, вылезают все косяки. И все эти косяки преодолевают, кто как может. Ну, а Лешик практически установил розеточку. Вот это будет заделываться камушками. Да. А это специально сделано там, потому что распаячная коробка, соединение, чтобы не открыто было, а все заделано. Да, ну, в общем, Лешик сделал все по технологии, все правильно. Покупал там внутри распаячная коробка большая. А все вот это вот лишнее. Здесь все равно будут камушки. Я все, вот эти все щели. Все. Ничего здесь видно не будет. Сверху будет укладываться плиточка. Так что теперь ура. Лешик, ты молодец, ты умница. Четыре розетки. Что мы сегодня еще будем делать? Надо пол посмотреть и наличники. Сначала сделаем откос. А, вот здесь вот дырку. Многие спрашивали, Лена, покажи, как Лешик будет вот это вот заделывать. Что здесь сложного? Расскажи, Леш. Да, ничего абсолютно. В размер вырезается. Да, и вот сюда вставляется. Вставляется и... Гипсокартон, имеется в виду. Гипсокартон, да. Ну, а можно не только... Я гипсокартон делаю. Вот это гипсокартон, друзья. Здесь был пластик, но вы помните, что мы выравнивали стену. Естественно, здесь вот такое расстояние, даже больше, наверное, сантиметров 15, это выравнивание стены на каркасе. Вот здесь то же самое с этой стороны. Естественно, этот пластик мы удалили. И Лешик все сделал здесь гипсокартоном. Но в прошлый раз не успел, не хватило времени. Нужно было идти в сарай. Такого... А это вечер уже темно. Да, кусочка такого не было, гипсокартона. И оставили это вот до следующего раза. Ну и следующий раз благополучно наступил. Да. Да, Лешенька? Ну, сейчас заделаем это и поставим наличники. Да, поставим наличники. А там уже дальше будем дальше посмотреть. А дальше нужно, Лешик, вот попляши там, покажи, как там. Нет, нет. Ты попол. Ты попол. Вот там вот. Там очень шатается пол. Вот сейчас он не шатается. Нет. Вот там дальше, Леш. Вот. Вот ты прям вступаешь, а я подпрыгиваю. Вот там скрипит. Ну, надо смотреть. Короче, будем снимать линолеум. Вот. Слышите, как скрипит? И USB, возможно, придется... Потому что вот здесь большой перепад. Вот здесь вот очень шатается. Ну, вот надо смотреть. Оттуда идет перепад этот. Все выравнивать. Ну, что успеем, то успеем. Нет, это мы будем делать, когда я приеду на неделю, там, на пять дней. А сегодня... Ну, хотя бы понять, что нам покупать USB. Не покупать на мою USB. Вот Монька пришел проверять, да? Монечка, он так вырос у нас. Такой хороший котик. Такой сладкий. Такой шкодливый. Такой неуклюжий. Чего-нибудь бы разбить, свалить. Это мы завсегда, пожалуйста. Ну? Ну что, Елена Ивановна, вы довольны? Очень. Деточков у вас много. Да. Неколюторные убрали. Воткнули тут эту лампу. Посмотрите, как красиво на этих кирпичиках все смотрится. В общем, у нас цветомузыка. У нас сегодня праздник. Лешек приехал. Дела пошли в гору. Ура! Ой, ну посмотрите, какая красота. Все. Розеточка работает. Розеточка классненькая. В общем, красота красивая. Лешек пошел уже смотреть. Сейчас будет высчитывать. Сколько отрезать. У нас остался лист гипса. Вот, я хожу и все скрипит. Я знаю. Это скрипит. Уэсбишка. Я вот смотрю, ты наступаешь. Половица, половая доска нормально. А из-за того, что здесь уклон, плохо, все, видимо. Уэсби перекрепили, думаешь? Это гуляет Уэсби. Ой, ну хоть бы это было так. А если сгнил пол, то это хуже. Ну, посмотри, ты видишь, вот он пол идет. Это половая доска. Ну да, здесь хорошая. Она хорошая доска вообще. И она же идет целиковая. Тогда бы ходила у тебя ходуном и там. Ну, будем надеяться, что это плохо укреплено Уэсби. Может быть, и не надо будет его покупать. Вот. Ну все, перешли к другим работам. Друзья, отвечу еще на один комментарий. Вы мне писали. Лена, посмотрите, есть ли здесь на этом плоскорезе клеймо Фокина. Вот смотрите, что я здесь нашла. Вот. Судогацкий плоскорез Фокина. Если я правильно прочитала. Вот, наверное, это и есть клеймо. Я не знаю, друзья. Я даже, знаете, не задалась такой целью купить плоскорез именно с этим клеймом. Я чисто визуально посмотрела, что металл здесь очень толстый. Наверное, миллиметра четыре, я так думаю. Что хорошо заточены, очень острые концы, причем со всех сторон. Ну, черенок гладкий без заусенец. И все, я купила. Ну вот я вам показываю, что вот, скорее всего, это, так скажем, оригинал. Наверное, вот это вот и есть клеймо. Друзья, специально для вас показываю, как крепится верхняя часть откуса. Подержи, пожалуйста, вот так. Иду. Вот как вовремя я подошла. Балилина. Тут, короче, надо крепить все это дело на пену. В общем, все это сажается на пену. Значит, изначально Лешик вырезал по нужному размеру, соответственно, вот этот откос верхний. Вставил, вот там есть, сейчас я, вот такая штука пластиковая, которая осталась от окна. Лешик, не нервничай, я как-нибудь еще покажу. И теперь все это сажается на пену. Конечно, неудобно, нужно снимать и держать. Вот. Так что, вот так вот это делается. Итак, на пену посадили эту вырезанную панель, или как ее назвать, откос. И малярным скотчем, чтобы не держать здесь руками, пока оно все схватится. Вот так вот сделали. Все, теперь ждем, когда подсохнет. Естественно, потом малярный скотч убирается. И можно уже монтировать сюда уголок. А потом уже вешать в штору. Ну вот, друзья, все выпилено, все примерено. Сейчас сюда Лешик нанес пену вовнутрь этих уголков. И, конечно же, они будут цепляться на пену. Также пеной вот здесь вот мы заделали вот этот проем. Потому что здесь очень большое расстояние. После наращивания стены, естественно, наш откос стал больше. Но уголок закроет всю эту погрешность. Вырост, так скажем, нашей стены. Мы же здесь выравнивали. Поэтому, конечно же, откос стал больше. Поэтому вот сейчас здесь нанесена пена. Нанесена пена на сами уголки. И Лешик сейчас будет все это дело монтировать. Вот здесь тоже Лешик все немножечко нанес пены. Но здесь, как вы помните, гипсокартоном все заделывалось. Но все равно наличник здесь нужен. Ну, чтобы везде было как бы одинаково. Здесь мы пришли тоже к одной хитрости. Вверху. Со внутренней стороны откоса. По ряду причин. Да, по ряду причин. Чтобы открывалось окно. Мы убрали вот эту часть наличника. Здесь его не будет. Здесь будет как бы фальш. Панель наличника. Только с этой стороны облицовка. Вот сейчас Лешик просто убрал лишнее. Смотреться со стороны это будет вот так. Поскольку толщина гипсокартона намного толще, чем пластик. Это естественно. И, ну, как бы вот это вот монтирование пластиковое. Чтобы не трогать, не передвигать. Осторожно. Да, мы убрали вот эту ответную часть уголка. Роленка там немножко подшаманит, подштукатурит. Я там немножко подштукатурю, покрашу. И все будет. Это сделано для того, вы понимаете, убрана вот эта часть уголка. Вот здесь должен быть, по идее, уголок. Но он спилен. Нам нужно, чтобы окно открывалось. Да, чтобы окно открывалось. Вот. Поэтому здесь вот так. А там окно глухое. Там нет открытия. Поэтому там просто, ну, просто монтируют Лешик эти уголки. И все. А с чутким руководством Елены Ивановны. Да, Лешик не хотел делать вот именно так, говорит. Ну, это же дерибас. Давай поднимать вверх. Ну, а чтобы поднять вверх, это надо опять оторвать вот этот гипсокартон. А вот это как бы ты поднимал? Скажи мне, пожалуйста. Это не надо поднимать. Это не надо. Это оставалось бы. Мы вот здесь вот бы немножко сработали. Ой, нет. Я, короче, поняла, что это очень, очень накладно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это заняло бы часик еще. Я решила остаться без вот этой вот части этого уголка. Тем более сюда будет крепиться штора. Этот уголок, по идее, здесь и не нужен, если так разобраться. Как это не нужен? А декор? А вот ты зашла и посмотрела. Декор это будет штора, Лешенька. Я против того, что сделано, опять ломать, переделывать. Нет, я тоже люблю аккуратность, все это понятно. Но, извините, не такими, не такой кровью, скажем так. Да тут не такой крови нет. Да-да-да, конечно. Это жлёшек. Лучше мы еще что-нибудь сделаем. Короче, вот так вот, друзья. Показала вам, как вы просили, как это все происходит, весь процесс. Ну, я не могу сказать, что справится с этим женщина, но если захочет, справится. Главное вот... Так, наши женщины, если захотят, справятся со всем. Да, главное, чтобы выпилить вот это под 45 градусов. Хотя мне там пишут люди, живущие в Европе, европейцы. У них уже это не модно. Там выпиливается просто не под 45, а вот так вот просто цепляется, да, как есть. И всё. Не знаю, мне так не нравится, если честно. Может быть, я старомодна. Но всё-таки угол 45 градусов смотрится намного красивее, чем просто прямая линия. Так что день наш близится к концу. О, ещё до конца стока! Да. Это она, блин, говорит вам. Ну, я, чтобы мне не монтировать видео, мне нужно уложиться хотя бы в 23 минуты. Сейчас вот 19, почти 20 минут. Может быть, ещё покажу, как мы поднимем вот этот линолеум и что там. Если не покажу, то это будет в следующем видео. Нам нужно понять, почему скрипит пол и что нам дальше делать. Закупать USB-панели, не закупать. Может быть, просто укрепить ту USB-панель, которая там под линолеумом. Ну, скажи, что по всей видимости сам пол, за который закуплены USB-панели, он вроде бы как... Не, ну мы уже показывали это, что пол здесь не гнилой. Вот вы видите половицы вот этого коричневого цвета. Вот Кузьма тут пришёл с проверкой. Вот, они не гнилые. Поэтому сейчас будем поднимать и смотреть, что же там. Друзья, решила вам показать в этом видео не то, как мы будем поднимать пол. Потому что здесь случились непредвиденные обстоятельства. Нужно кое-что ещё сделать. А видео уже хочется завершить. Решила вам показать, как в перестановке мест слагаемых всё-таки меняется сумма. Смотрите, я поменяла местами вот эти две шторки. Вы помните, что вот эта вот однотонная была вчера мною пошита. И она была сверху вот этой цветной. И вот что-то мне... Я смотрю, и как-то мне, ну вот, режет глаз, что ли. Что-то не то. Что-то хочется на неё ещё прицепить. Вы мне там писали, приклейте на низ вот этой шторы. Не приклейте, а пришейте вот эту вот ленту. Ну, в общем, да, что-то просилось. И вот сейчас, когда уже Лёшек вмонтировал эти наличники. Ну, сейчас здесь ещё вы видите монтажный скотч. Буквально через пять минут я его сниму. Но когда уже есть наличники, и я только поменяла местами эти две шторы. И смотрится это великолепно. Убрался вот этот вот горбатый верх. Сейчас штора работает прекрасно. То есть мы поднимаем, опускаем, и всё замечательно. Мне одной рукой сложно вам продемонстрировать, но всё-таки попытаюсь. Вот, поднимаем вверх, всё вращается, ничего не прокручивается, потому что устранена причина плохой работы вот этого подъёмного механизма. Сейчас всё замечательно. Всё, мои хорошие. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам было интересно. Может быть, что-то полезное вы для себя уловили. Я вам всем желаю неимоверного полёта фантазии. Я вас всех обнимаю, всех люблю. С вами была Елена Ситникова и Алексей Дмитриевич. Пока-пока. Лёшик, Лёшик, какой Алексей Дмитриевич? Субтитры сделал DimaTorzok